всем привет вы на кайбе и с вами екатерина я очень часто натыкал что реакционеры снимали реакцию на видео с канала мистер лололошка вот и там у него тема снова про майнкрафт хотя превьюшки очень классные классно он делает вот и мне посоветовали один из подписчиков посоветовал посмотреть начать хотя бы те видео которые как бы как бы суть дела меня ознакомят можно так сказать и начнем и новое поколение часть 1 начало лучшей сборки вот давайте-ка посмотрим присаживайтесь поудобнее готовьте чаечки печенюшки а перед тем как начать смотреть обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал да 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 а мы начинаем смотреть ну что же всем привет дорогие друзья с вами ложка и добро пожаловать в новый сезон новое выживание новый сюжет и конечно же новое поколение сборка или которые начали создаваться еще в 2020 году наконец-то создана и вы не ослышались нас и правда ждет даже сюжет вот что мне хочется сказать заранее подписывайся на канал чтобы не пропустить всю эту историю я подписал уже ставь лайк а мы поехали поставим доставочка прикольно ей вау какой красивый лесной мир нам попался вот это я понимаю везение но тем не менее всем привет дорогие друзья я лол ложка и добро пожаловать в новое поколение самая первая сборка на версии 1 15 2 а это означает что это самая стабильная сборка за всю историю моего канала ура нас ждут драконы потусторонние измерения мёртвые боги с которыми придется связаться даже изменение мира которое не где-то там а напрямую будет зависеть на сюжет этого сезона то есть просто представьте если в предыдущих сборках предыдущих сезонах нам нужно было что-то сделать чтобы что-то произошло то здесь некоторые моменты заскриптованы вполне возможно я даже говорю реально что мы в этой серии встретим сюжет да я я первый раз могу сказать это удивительно прикольно плен я давно играл майнкрафт я давненько не заходила я не помню когда последний раз заходила позапрошлом году я вот не помню вот как бы поначалу вроде бы хочется играть и играть а потом да звуки за дверями да извините вот и не знаю может быть у меня то что с точки зрения возраста я больше сильно очень сильно перегораю и я начинаю как-то апатийно относиться каким-либо моментом или играм вот ну с другой стороны мне нравится наблюдать как кто-то играет по большей части как никак вот это даже было заметно когда еще в школе училась я просто наблюдала как сестра играла там sims и какие-то стратегические игры вот так что ну давайте-ка продолжим смотреть а то есть что-то заговорилось видительно так окей в данный момент наш персонаж не особо хочет пить и температура окружающей среды ну более-менее нормальным может быть чуть-чуть прохладнее но тем не менее нормальная самое первое что нужно сделать это быстро нарубить дрова опа и что это в чате написала добыча дерева второго уровня повышение да действительно в этой сборке присутствует даже прокачка персонажей но 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 давайте об этом чуть чуть попозже самое главное что нам нужно сделать в начале майнкрафта это конечно верстак ох пока я создаю все эти нужные ненужные предметы хочу вас кое о чем попросить ребят я искренне надеюсь то что вы поставите лайк на эту серию потому что очень сильно переживаю за эту первую серию потому что впервые создается на версии 1.15.2 и как вы понимаете ну есть некоторое волнение некоторые моменты я боюсь то что могут пойти как-то не так как нужно но будем надеяться то что все будет хорошо так погоди что дочь пошел я слышу жителя какого черта точно на этой версии есть же странники господи а я совсем про это забыл а ну-ка давай дружище поднимайся ко мне молодец не опускайся странствующий торговец у него продается семена тыквы светло-серый краситель и какой-то камнелом ого эффективность 5 починка удачи 4 был шахтера 4 вот это кстати я даже не знаю что такое и вот что самое главное надо понять чтобы использовать эту кирку как инструмент надо прокачать копания до 40 уровня чтобы использовать эту кирку как оружие надо прокачать бой до 40 так и быть давайте некоторые моменты я все таки покажу мы нажимаем на глоссарий далее требования к использованию инструментов и вот здесь можно посмотреть что я уже могу использовать и что мне еще не открыто они открыто пока что ой много ну зато удобно смотреть так как каменная кирка надо прокачать копание до 10 уровня. А копание, это, по идее, просто берёшь кирку и добываешь камень, да? Ну-ка, давайте проверим. Ооо, пошёл процесс. Копание 1.28. Слушайте, что-то мне подсказывает, что я слишком много болтал. Уже ночь наступает. Земля купается в жемчужном свете полной луны. Ой-ой-ой. Лава! Здорово! Ночью по-любому будет холодно, поэтому у лавы надо остановиться. И мы видим то, что температура персонажа постепенно повышается. Давайте только не слишком близко. Что это? Это что такое? Ты чё так ложишься? А, это трейдер. Гоблин. Попрости. Боже, это торговец, который продаёт крутые предметы, но даже... Какой-то настойчивый гоблин. Если бы у меня были изумруды, я не могу сейчас это использовать, прости. Давайте сразу сделаем некоторые предметы, которые в будущем нам могут понадобиться. Например, печка. И раз уж мы прожжённые майнкрафтеры и всё прекрасно знаем... О, ловкость прокачалась, прикольно. Так вот, раз уж мы прожжённые майнкрафтеры, то по-любому берём и рубим кучу дерева. Нам оно ещё пригодится. Выпало два махаганского дерева? Махаганское? А, то есть если мы прокачиваем добычу дерева, то есть шанс, что выпадет больше. Логично. День второй. Я решил то, что сделаю себе немного угля и буду, если что, освещать какие-то тёмные территории, потому что я боюсь то, что могут встретиться какие-то твари, о которых я ничего не знаю. А гоблин всё ещё ходит за ним. Башня! Слушайте, чтобы забраться на эту башню, ловкие пальчики мне не помешают. Слишком высоко. Здравствуйте, тут кто-нибудь есть? Сундук. Ага, то есть тут можно было забраться четырьмя путями, и это просто надзорная вышка. Лес, лес, кругом лес. Опа! Данж! Обязательно сходим. Так, а здесь у нас железные слитки и какие-то чё это? Чародейские книги. Ворминг 4, гурман 2. При употреблении пища становится более питательной и сытной. Подожди, а на что это зачаровывается? На еду? Или это всё-таки надо просто прочитать? В любом случае, мы сейчас всё это забираем, чистую карту тоже берём, спускаемся. И что же это за данж такой? Давайте проверим. Ааа, я понял! Это данж из обычного Майнкрафта. Тут, по идее, должна быть ловушка, да? Да, вот она! Так, булыжник, замшелый булыжник. Во, нитка. Уходим, убираем. Хе-хе-хе, не попал. И ещё одна ловушка. Деактивируем. В сундуке у нас валяется оранжевая и голубая руна. Они просто меняют цвет и нету зачарования. То есть они, по сути, бесполезны. Сосуд противоядия значительно сокращается продолжительность негативных эффектов. Ого! Забираем. Давайте... То самое чувство, когда ты смотришь и внимательно слушаешь, и ничего не хочешь к вам, это слишком познавательно для меня, походу. И сразу наденем, потому что мы можем. Нажимаем сюда. И вот он, пояс! Идеально! Обалдеть, как это выглядит! Реально сосуд противоядия. Как пользоваться этими рычагами, я не знаю, но... Ой, я что-то открыл! Легче просто разломать и увидеть. Та-дам! Манускрипты! Еще руны, которые не понадобятся, и ожерелье паники. Когда владелец получает урон, он начинает передвигаться быстрее. Вау, меня прям засыпали. Теперь у меня висит крутой кулончик в виде сердца. На улице давным-давно стемнело, мы выходим из данжа и пытаемся выбраться из леса. Да уж, там мне пока что не место. Ух ты, что это? Здравствуйте! Вы добрый? Вы злой? А, это тот самый, на которого нельзя смотреть, да? Просто прошу прощи... Вы летаете? Это что такое? Это очень похоже на Эндермена, но это какой-то не Эндермен. Ё... А, то есть это не Эндермен? О, моё! Самое главное, чтобы он на меня не напал, но вроде бы он и не собирается этого делать. Смотри-ка, он добряк! Привет! Эндерспутник! Эндерспутник? Что ты сказал? Прости, конечно, но я не понимаю эндермэнский язык. Ё-моё! Я понял причину, почему меня никто не трогает, не атакует и почему у меня сытость не тратится. Я на мирной сложности все это время. Вот дурак! Внимание! Играть мы по-любому будем на сложной. И давайте ещё раз проверим этого путника-странника. Нет. Мне кажется, неплохая идея. Смотрите, он всё равно меня не трогает. Фух, ну так на самом деле даже лучше. Ой. Это чё такое? Это крип... Ага, ты ничего не делаешь. То есть ты просто крипер, да? Ты просто... Я впервые такое вижу. Просто крипер, с которого ничего не падает. Стоп! А это что такое? Ой. Меня окружает какой-то фиолетовый биом. Фиолетовый даже. И вот это очень плохо, ребят! Это очень плохо! Боже, 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 боже! Нет! Только почему-то для меня это... Как розовое всё выглядит. Для кого-то это выглядит как фиолетовое. Ладно, эти цвета. Но есть ещё и коралловые, или какие там ещё бывают различные оттенки. Я, на самом деле, всех оттенок розовых, я не знаю, поэтому... Для меня это лучше. Это для моей психики запоминания. Для меня это либо будет, если ярко-розовый, или тёмно-розовый, или просто средний розовый. Хотя тут уже засомневалась, точно ли это розовый, точно ли это фиолетовый, потому что фиолетовый как-то не подходит. Это больше розовый. Появляется лёд! Становится постепенно холоднее! Ай-яй-яй, мне это не нравится! Я ещё даже с едой проблему не решил, а уже надо одеваться теплее! Пипец! Окей, самое первое правило выживания сделать нормальные инструменты. Опа! Копание второго уровня. Создаём себе деревянные кирки и начинаем копать. Да, потому что копание нужно прокачать. Тут стать ещё... Вот эта удобная штучка, которая здесь высвечивается, наверное, какой-то мод стоит. нет, не взял. Убежал. А почему он ходит? Всё, убил. Вот капец. Интересно, сколько по времени он тут провёл всё за эту серию? Фух, копание практически прокачано до девятого уровня, и вы посмотрите, что мне попалось! Это спавнер криперов! Я первый раз такое встречаю, чтобы был именно спавнер криперов. Погоди, что? Это не данж? Это просто спавнер, который здесь стоит? Так, бой прокачивается. За каждый удар, кстати, бой прокачивается очень быстро. Вот бы так копание качалось! Эх, я был бы таким счастливым! Слушайте, я на самом деле не против с вами подраться, но всё-таки давайте мы здесь всё это дело закроем. Господи! Что это? Что это такое? Я тоже не понял, что это такое? Какого чёрта? А, там данж какой-то выносливость третьего уровня! Слишком много криперов! Очень похож немного из СЦП как-то на ОССП СЦПшек. И в то же время, как почему-то на игру кальмаров мне немножко ассоциаций, ну ладно. Уф! А что это такое реально? Погоди, он создаёт какую-то непонятную пороховую то ли смесь, что ли какую-то серую? Я тут вылупляются маленькие криперята! Ладно, таково я точно не ожидал! О май! Тупик! Пожалуйста, хоть бы с моими вещами всё было нормально! Так, вход в шахту найден, 14-я ловкость прокачана, привет, гоблины, как у вас дела? И вот они мои вещи, слава тебе, господи! Тут самое главное, чтобы меня больше никто не взорвал! И погоди, что? Изумрудная руда? А почему гоблинов стало два? То есть, они откуда-то берутся всё-таки? Пас, это же самое то! Жареная баранина за один изумруд, но, блин, чтобы добыть эту изумрудную руду, придётся попотеть! Как минимум, железная кирка! И хоть у меня и есть железо, железную кирку использовать я не могу, потому что надо прокачать копание! Капец, какой приставучий, а! Ну чё тебе? Бутыльный приставучий какой-то! Ты чё надо, а? Ты чё охренел? Если хочешь... Это тот самый, которого ты убил, и он тебя не простил, поэтому воскрес, чтобы тебя отомстить! Так и будет тебе драка, дружок! Надеюсь, то, что с тебя выпадет какая-нибудь еда, и да, яблоки! Две штуковины, то, что надо! Так, а теперь давайте попробуем разрушить этот спавнер, и вообще посмотреть, что здесь есть! Опа! Опа! Ё-о-о-о! Мама! Мама! Да не-е-е-е! Да что такое? Ну, по идее, лучше было бы, чтобы они взорвались рядом как раз таки спамером, чтобы он тоже разрушился, хотя я не знаю, разрушается ли спамер. Короче, как вы понимаете, в этой сборке криперов игнорировать только хуже себе делать. Зато бой уже девятого уровня! С каждым разом мы наносим всё больше и больше урона! Я так понимаю, то, что на десятом уровне мы будем наносить на половину урона больше, даже кулаком! И супербыстро разрушаем этот долбанный спамер! Всё, плевать на всех! Так, я вижу сундук, я вижу сундук! Тихо, тихо, тихо! Молодец! Вау! Да ладно! Мне бой прокачали за то, что уничтожил спамер! Серьёзно! Прикольно, прикольно! Так, всё, последний крипер, и мы наконец-то можем забрать свои вещи! Тихо! Так, ладно, взрывайся! А-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Всё, всё, всё! Хорошо, хорошо! Боже, 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 какие долбанные криперы-то, а! Одиннадцатый уровень прокачал! И в сундуке у нас вау! Вау! Яйцо призыва пещерного паука! Классно! Броня из алмаза! Наверное, самое важное здесь это остальное! Обсидиан, золотой слиток и изумруды! Так, а из яйца можно сделать... О! Что? Зачарование? С помощью зачарования от лов вы сможете дропать яйца с монстров! Плюс 0,4 шанса за уровень! Лол-ложка получил достижение! Захваченный! Добудьте яйцо призыва с моба используя зачарование Захваченный! Но, эм... Ну, как бы... Я без зачарования справился! Забираем все свои вещи! Стой, 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 стой! Нет! Так, тихо! Не надо! Не взрывайся! Не взрывайся! Ты знаешь, чего я не хочу! Не взрывайся! По-любому надо сделать каменный меч, потому что я бой прокачал до 10 уровня! Я, по идее, могу уже скрафтить, да? Тихо! Ч-ч-ч-ч-ч! Не взрывайся! Взрывайся! На! Все, все, все! Капец! Это, наверное, первая сборка, где я реально боюсь то, что крипер взорвется! Проверяем, могу ли я использовать каменный меч и... Дам! Оружие 10! То, что надо! А-да, а то с деревянным мечом я чувствовал себя не совсем хорошо! И теперь, наконец-то, давайте прокачаем копание до 10 уровня! Погнали! Итак, момент истины! Каменную кирку мы использовать не можем! У нас 9 уровень! Мы совсем немного добываем угля! И почти 10! Давай! Так, нам дается примерно по 0.03, да? Е-е-е! Десятое копание! Теперь мы можем добывать даже железо, которое по-любому в скором времени пригодится! Так, кстати, здрасте! Слушайте, вы все время меня калашматите за то, что я не дарю вам изумруды, по всей видимости! А-а-а! То есть, они клянчат изумруды, что ли? Ну, гавлин, не этим занимаются после просмотра кое-каких вене не конкретного, а каких-то некоторых аниме! Та-та-та! Спаси! Давайте так и быть поторгуемся! Я даю тебе один изумруд и ты мне за это 4 жареные баранины! Что скажешь? А? Все! И уходит сразу, смотри! Офигеть! То же самое давай сделаем с тобой 4 жареные баранины! Подожди, что это было? Эй! А, погоди! Дождь кончился! Птички поют! А-а-а! И за то, что я копаю железо, смотрите, как быстро копание прокачивается! То есть, если я хочу дойти быстро до 20 уровня, надо добывать только его! У меня уже почти 11-ый левел! Иии, все! 11-ый! Давайте сейчас глубоко в шахту залазить не будем, хотя бы просто, потому что у меня жажда! Поедим обязательно! Далее, попьем! Спасибо! И переплавим все нужные и ненужные предметы! А самое главное, удалим всякое говно! Потому что, например, зачем мне деревянный меч? Изумруды по... Что за хрень? Дракон? Тихо! Дракон! Офигеть! Какой? Он такого цвета было ледяного? Что? Незнакомец! Раньше я тебя здесь не видела, а это может значить лишь то, что... О, Господи! Где же мой манер? Мои имя и Лафторион? Что? И раз уж ты здесь, мне необходимо тебя предупредить! Этими лесами и полями правят новые боги! А врата в измерение пламени больше не открыть! Большего я сказать не могу! Здесь повсюду чужие глаза и уши! Уже сюжет пошел! Видимо, прокачался и сюжет пошел! Знаю! Теперь у тебя появилось так много вопросов! Ищи меня на вершине гигантской горы! Если хочешь узнать на них ответы! Какого черта? Вау! Стой! Прикольно! Стой! Стой! За ним иди! Он улетел! Охренеть! Он сказал, иди со мной, слугу ору, куда я полетел! Да, намек был понят! Неть! Это, походу, тот самый заскриптованный сюжет! Погоди, а в какой момент он активировался? Я понял! По всей видимости, когда я начал плавить железо! Охренеть! Это, это... Плавить... Когда начал плавить железо, а я думала, из-за уровня, прокачки, может быть, уровня прокачки... Просто удивительно! Короче, ребята, я вам говорил, то, что здесь есть заскриптованный сюжет, но я не знаю, как он будет развиваться, потому что его делал не я! Чисто для того, чтобы, ну, было интересно! И то, что сейчас произошло, я клянусь, я не знал, то, что такое будет! Так, короче, что он написал? Здесь необходимо тебя предупредить! Лесами и полями правят новые боги, а врата в измерение пламени больше не открыть! Так, что? Измерение пламени, какие-то врата! Большего я сказать не могу, здесь повсюду чужие глаза и уши! Знаю! Теперь у тебя появилось так много вопросов! Ищи меня на вершине гигантской горы! Гигантской горы? Стоп! Какой нафиг гигантской горы? Так, окей, я, я, знаете, мне что-то подсказывает, что скрипт активируется, когда я заберусь на определенный биом, на определенную высоту! Может быть, хотя, с другой стороны, надо было понять, куда он летел! Может быть, туда и нужно было отправиться! Потому что, иначе, я не понимаю, как еще за скриптованный сюжет может активироваться! Опа, железо! Иди-ка сюда! Но то, что я сейчас увидел, меня повергло в шок! Я думал, что умру! Ау-е! Копание 12 уровня! Найс! И судя по монстрам, которые нас окружают, особенно криперы, надо сделать себе как можно лучше меч! Так, чтобы использовать железный бой 20 уровня! О, черт! Надо качаться! Окей, как вы понимаете, я на этом буду постепенно заканчивать! Надеюсь, то, что эта серия вам понравилась! Надеюсь, то, что вам понравилось с начала этого сезона! И, конечно же, я надеюсь на вашу подписку и лайк! Не пропустите! Ну, ладно! Мне, в принципе, понравилась серия! Очень даже интересно, когда кто-то проходит именно какие-то тоже моды крафте! Ну, я редко натыкаюсь, потому что какие у меня вкусы, то и попадаются в рекомендациях! Поэтому мне приходится на кого-то подписываться, чтобы мне как-то разнообразить контент, но по факту не получается! И у меня бывает, что подписчики там кидают мне в личку в дискорд! Вот! Ну, что поделать? Ну, я такой человек, у меня свои вкусы! Ну, ладно! Надеюсь, вам тоже понравилась эта серия! Мне очень понравилась! Так что ставьте лайк и даже лайк данному автору! Вот! А мы с вами прощаемся! Всем большое спасибо за просмотр! Ставьте лайки! Обязательно подписывайтесь на мой канал! Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Север Дискорд, то пожалуйста, на Ютуб канале можете ссылки на группу ВК или на Север Дискорд! Всем большое спасибо! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!